Зарубежные исполнители свои голоса отдавали не только членам участковых комиссий. Николай Дудинский сегодня решил выбрать пусть и не репертуар, но одного из кандидатов. Планы на выходные, уборка урожая, теплица есть. Председатель говорит, картошка? Картошка потом, после выборов будем убирать. Картошку убирать после выборов, а урну для голосования на время перерыва. Избирательные участки уходят на тихий час с 14 до 16. Ставим, закрываем. За этой, как и любой другой ситуацией, происходящей на избирательном участке, следят наблюдатели. На карандаш берется все. Зарегистрировали ли нашу съемочную группу в журнале? И не возникло ли вопросов, к примеру, с паспортом избирателя? Смотрю, у вас уже записи есть какие-то в блокнотике? Ну, по окончанию дня они вывешиваются, результаты, сколько было людей. Мы, в принципе, тоже ведем под счет. Голосовали сегодня и те, кого выбрал олимпийский пьедестал Рио. Серебряный тяжелоатлет Вадим Стрельцов в компании всего семейства заранее пришел на избирательный участок, потому как в воскресенье уже будет на сборах в стайках. А в Гродно, увидев в дверях титулованного Ивана Тихона, не удержались и метнули улыбки дамы из комиссии. Иван Геннадьевич, очень рада, что вы посетили нашу школу на выборы. Бюллетень серебряный призер Олимпиады опускал хоть и без фирменного размаха, но привычно не дрогнувший рукой. Признается, что давно определился с выбором, а сделал его именно сегодня, потому что в грядущее воскресенье голос уже пообещал быть рядом с семьей. Они больше привыкли слышать сирену на борцовском ковре, но сегодня два друга, бронзовый призер Рио Джавид Гамзатов и двукратный чемпион мира Алим Селимов пришли на избирательный участок. Вот уж кто точно отдал голос за сильную Беларусь. Конечно, это выбор народа в первую очередь. Это доверие народу тем людям, которые должны понимать ту ответственность, которую возлагает на них, решил досрочно проголосовать, потому что мне надо сегодня улетать. А вот те, кому нужно уезжать на полигон, в командировку или напротив стоять 11 сентября в наряде, сегодня утром голосовали в 120-й отдельной механизированной бригаде. И, кстати, для резервистов выборы станут настоящим праздником. По-другому и не скажешь. Иногороднее будет предоставлена возможность суббота на воскресенье убыть в увольнении, проголосовать по месту проживания. И военнослужащие, которые проживают в городе Минске, в воскресенье им также будет предоставлено увольнение, для того, чтобы они могли проголосовать по месту своего основного жительства. На даче, конечно, еще не закончится сезон. Погода на выходных обещают за 20 и вправду стала аргументом для многих голосующих досрочно. Делится наблюдениями председатель комиссии на участке в одной из минских школ. Здесь каждый избиратель словно на уроке у доски ставит. Вовсе не математический плюсик. Вне выборов в этом кабинете занимаются младшие классы. И иногда на участок заглядывают и те, кому лишь предстоит узнать о праве избирателя. Ох, крокашки бегут, забегают. Первый был парень молодой, даже было очень приятно, что он сказал, что я первый раз голосовал в том году за президента, а этот вот иду за депутата. В выходных днях я буду заниматься внуками, делать закатки на зиму и готовиться к выставке. Выставка овощей и фруктов. Выборы в столь плотный график Марии Владимировны вписались лишь в первый день досрочного голосования. Поэтический клуб, концерты, 78-летняя дама уже заранее знала даже во сколько придет на избирательный участок. А сразу после заполнения бюллетеня – репетиция. Так и у кандидатов. Программы составлены, обещания отточены. И именно сегодня у каждого из претендентов на депутатский портфель начали появляться первые аплодисменты поклонников. Ольга Петрашевская, Татьяна Ревизори, Юрий Прокопенко и Галина Буро. Телекомпания СТВ.